всем привет в этом ролике я расскажу про шахматистку которая вышла со второго места в турнире челябинский вариант проходившим в апреле этого года в городе челябинск в супер турнир декабрьские вечера анастасия поднарук родилась 30 марта 1992 года международный гроссмейстер среди женщин с 2009 года международный мастер среди мужчин с 2010 года очень боевая шахматистка в ее партиях постоянно виден напор она всегда хочет победить свою противницу очень много ударит у анастасии тоже титулов и победительницей финала кубка россии была кучу раз и чемпионкой россии паблицу в общем шахматистка яркая и я уверен что скучать она нам тоже на этом турнире не даст фрагмент партии из турнира декабрьские вечера который я подготовил для вашего просмотра для вашего до просмотра очень здоровый иллюстрирует и бескомпромиссности боевой такой стиль эта позиция возникла у анастасиев в партии против нургали на зерке молодой казахской шахматистки быстро растущий и видя короля в центре анастасия немедленно начинает атаку но ну какая атака спросите вы но отдает она пешку а за что вот после еф как дальше нападать на деле эта пешка была отдана для того что бы черный коль не попал на поле f5 а белая лошадка даже атаковать ее не хочет черную пешку и в 5 она идет атаковать пешку d5 плюс у белых появляется еще одна серьезная возможность белые напали на пешку g7 и после хода ладья g8 при поддержке коня и в 4 развивают просто постепенно развивают страшную атаку е6 отдается 2 пешка но теперь к черному королю белые фигуры располагаются уже намного ближе поле f4 для коня блокадное было великолепным теперь анастасия переводит коня на е5 или на цепь то есть еще противница надо угадывать потому что на е5 действительно может расположиться белый ферзь ладья пошла на c7 связала коня у белых нет двух пешек но у черных связан конь черная ладья g8 сколана защитой пешки g7 ладья h6 хоть и нападает на h5 но почему-то взятие взятие пешки не последовало впрочем я не удивлюсь если там у белых форсированный выигрыш после ферзь g3 скажем ладья гет h5 ферзь g3 конь идет на е5 ферзь на g6 может быть есть и другие перспективное продолжение вот а после хода g5 несмотря на то что черным удалось разменять по ладье защита их ну крайне нелегкая висит ладья на g6 в случае ладья h6 последует такой простенький удар конь бьет d5 теряется ферзь и черные предпочли отдать качество но вечного шаха здесь у них не находится несмотря на то что белое получили теперь уже материальный перевес в лишнее качество защищаться черным легче не стало то есть них было две пешки лишних у черных им было не просто вести оборону но без качества ничуть не легче шахи заканчиваются черный король в опасности концы коня белые развязали но в общем от шахов уверенно уходят и начинают доставать короля через здесь черные сдались так как если король идет вниз то идет простой линейный мат король е3 ладья g3 ферзь h2 и ладья g1 очень боевая шахматистка еще раз повторю что смотреть за ее партиями будет интересно абсолютно всем даже если вы как бы предпочитаете вот спокойную игру или вообще скептически относитесь к изучению шахматных партий спасибо за внимание с вами был международный гроссмейстер роман овечкин скоро будет новый ролик